Можно сказать, что возвращать-то тоже некого, потому что 90 с лишним процентов они постоянно приезжают, живут там. Ну, по приказу из Тбилиси они тогда уехали, находятся в Церване, на них тратятся средства как бюджетной Грузии, так и международных организаций. Мы держим для них в Ленингории школы, места, рабочие места, все это. И мы им сказали, если вы не верите, мы им сказали, вернитесь. Грузинская сторона выступила против, они, потому что не хотят, они политизируют их, к сожалению, не потому что вот я хочу в адрес кому-то сказать какое-то критическое высказывание, но они их используют в своих корыстных целях. Вот они стали жертвой политических вот этих интриг, им выгоднее держать их в Церване, потом их размахивать ими как флаг, вот посмотрите, какие они бедные, несчастные, живут здесь, забывая о том, что каждый из них приезжает и обрабатывает свой дом, все это, но потом возвращается. Мы в рамках жерневских дискуссий договорились о том, что открыли пункты пересечения. Мы 15 февраля решением правительства дали возможность жителям 65 населенных сел Ленингорск, только Ленингорское районное, которые беспрепятственно могут выезжать в Грузию в упрощенном порядке. И в то же время вот у меня есть, я если хотите вам покажу, потом на камеру, грузинские власти вывесили на столбах у везда в Южную Осетию, что для того, чтобы жители Южной Осетии выехали в Грузию, они за 10 дней до этого должны письменно написать заявление там в какие-то специально созданные пункты, то есть препятствуются. То есть грузинская сторона не заинтересована в этих делах. Это следующий момент. Ну, насчет проблемы газа, ленингорские жители Ленингорского района, я еще раз говорю, они их стали просто, просто они жертвуют этим народом, этими жителями, их держат, во-первых, в церкви, на них платятся, потому что бюджет там, где деньги западные, там и коррупция. И они третий год без отопления в Ленингорске. Газ, мы пока что не смогли из Южной Осетии провести только электричество, а газ не смогли провести, но это тоже скоро будет, сможем это тоже провести. И мы просто обращались к ним с просьбой, с предложением, дайте возможность людям отапливаться и политизироваться. Никакому соглашению сегодня не пришли, вот здесь в рамках сегодняшней встречи показывали, но будет скоро летний сезон. Будет летний сезон, и опять, естественно, мы тоже будем таким же, каков, говорит, привет, таков ответ. Но будут страдать простые народы, простые колхозники, крестьяне. И нам опять будут говорить, вот какие плохие там в Южной Осетии сидят и не дают воду. А как ответить нам, жителям Ленингорского района, которые третья зима, как они мерзнут от холода и они не дают. То есть не исключено, что летом, во время поливочного сезона, воды в Гориском районе не будет? Ну, я вас доуточню, не то, что не исключено, исключается, чтобы мы дали воду, исключается. И пусть эти крестьяне обращаются к Саакашвили, пусть они обращаются к Саакашвили. И требуют у него, почему нет газа. То есть они все должны знать, что мы третья зима, уже люди испытывают большие школы, там, ну, представьте себе без отопления в поселке. Что касается пунктов пересечения, несмотря на требования сопредседателей, цхимбальские власти вновь похищают людей, которые пересекают линию оккупации. Поймите, дорогая, это не административная граница, это государственная граница. И просто открыть границу мы не можем. Но, несмотря на это, и в учетах, в интересах простого народа, мы открыли, значит, в Ленингорском направлении, в Арцеве, в Синягурии, в Переве, пункты пересечения для беспрепятственного выезда. Очень хороший момент, ну, немножко позитив тоже надо сказать. Это обмен задержанными. Всеми человеками обменяли, они как с одной стороны, так и с другой стороны. Сейчас эту работу мы, по всей видимости, продолжим. Там работа МПР, есть другие вопросы, которые просто надо дальше над ними работать. Шенецкий формат существует почти три года. Каков результат проделанной работы? Вы понимаете, из этих дискуссий кое-кто, ну, в частности, я не побоюсь, с подачей Соединенных Штатов Америки и с исполнением ОБСЕ, Евросоюз и ООН, кто-то хочет сделать какой-то постоянно действующий формат. Ну, терпение тоже приходится. Это конец. Мы его сейчас еще в следующий раз посмотрим, хотя нам предложили другую схему по разработке этого документа, гарантирующего неприменение силы. Если не будет, тогда мы сегодня им сделали заявление, официальное заявление мною было сделано, что хватит играть в кошки-мешки, хватит кормить людей обещаниями. Мы вот каждый раз после каждой встречи приезжаем, и, по всей видимости, такое же положение отношений в Грузии, что вот приехали, ну, опять будет. То есть, в Ленингорский район почему люди не возвращаются? Потому что они боятся, а вдруг завтра, ну, главный, кто затеял эту войну, Саакашвили, он-то у власти. А завтра, а его заявление, недавнее заявление, что война для Грузии не окончена, буквально вот пару недель назад, война для Грузии не окончена, что в следующий год он собирается встречать Новый год в Сухуми. Ну, разве на фоне этого можно сегодня говорить о том, что без подписания юридически обязывающего документа и без гарантии, международных гарантий, можно ли говорить о том, чтобы о чем-то можно договориться? А вот они отказываются. Так что много вопросов. Самое главное, что до тех пор, пока этот режим будет у власти, у нас нет никакой уверенности, что что-то хорошее сделается не только для урегулирования наших отношений, но и для грузинского народа. Спасибо, Борис Ильозович. Странно, но вы говорите о тех заявлениях президента Грузии, о которых даже нам, журналистам, ничего не известно. А мирные инициативы Михаила Саакашвили, озвученные с высоких международных трибунов, в Цхемвале принимаются штыки. Очень жаль. Позиции наших респондентов оказались практически идентичными. Идти на встречу мирным инициативам Тбилиси Москва и Цхемвале не хотят. А любые конструктивные предложения Грузии они воспринимают с точностью да наоборот. Тем не менее, официально Тбилиси не теряет надежды на нормализацию отношений. Хотя и не собирается сдавать своих принципиальных позиций. На заявление Григория Карасина в Женеве ответил глава грузинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия. По его словам, слова Карасина о неком письменном подтверждении гарантии неприменения силы, если будет подписано трехстороннее соглашение между Тбилисицкой, Цхемвале и Сухуми, на этом этапе воспринимать всерьез просто нельзя. Нет, это абсолютно несерьезный разговор. Никакого соглашения между грузинским государством и структурами, созданными российскими оккупационными силами в Цхемвале и Сухуми, не может быть и не будет. Я хочу напомнить еще раз, что это была идея господина Карасина в свое время, что были односторонние заявления, как бы обходя вопрос статуса. И после серьезных дискуссий в Тбилиси грузинское правительство и президент Грузии сделал такой выбор и сделал очень четкое заявление, которое является обязательством в контексте международного права Грузии не применять сил против оккупационных сил, либо их варианточных структур, чтобы воссоединить территориальную целостность. Мы считали и до этого, что соглашение 12 августа является обязательством, но из-за того, что этот вопрос ставился в Женеве как камень преткновения, мы сделали такое решение и сделали очень четкое заявление, по мнению всех экспертов, это очень четкое обязательство в смысле права. Но, как и некоторые предполагали, как только Грузия сделала этот шаг, который преподносился как камень преткновения, сразу же Российская Федерация и господин Карасин лично вернулись к первой позиции, что это недостаточно. И это демонстрирует еще раз нежелание, к сожалению, вступать в реальный диалог в Женеве, что, естественно, тревожит всех и сопротивлятелей, потому что Россия не только отказывается от того, чтобы сама Россия сделала такой шаг, очень четкое заявление о том, что они не собираются более применять силу против Грузии, она еще ставит под вопрос вообще является ли 12 августа соглашением, которое их обязывает к тем коммитментам, обязательствам, которые там прописаны. И в контексте продолжающейся милитаризации оккупированных регионов, это, естественно, вызывает озабоченность не только нас, нашу, а и всех сопредседателям. Поэтому на этой дискуссии очень четко были поставлены эти вопросы сопредседателям, и мы не услышали никакого разумительного.